Зачастую ДТП происходит по вине двух сторон, несоблюдением правил безопасности как водителям, так и пешеходам. Очень часто мы с вами становимся свидетелями того, как пешеход не может пересечь улицу и в отчаянии перебегает перекресток, что может привлечь за собой последствия. Говоря об инциденте, произошедшем с несовершеннолетним на федеральной трассе «Кавказ», итог мог быть гораздо плачевным. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдул Насар Тавбиев провел беседу с родителями учащихся третьей гимназии. Посещая каждый класс, все вы в курсе, дети ваши, наверное, тоже могут рассказать. Мы объясняем им. Тем не менее, это как-то на них влияет, но не в той мере, которую мы хотим. Мы хотели бы, чтобы вы тоже в этом участвовали. Конечно, вы, родители, больше болеете, чем мы. Мы тоже не в стороне, не у учителя, не ГИБДД, не в стороне отношения этой работы. Проводится работа, но, конечно, к какой-то степени насчет тоже может есть помещение. Ну, просто в цифрах, хочется сказать, за 2017 год в республике совершено 106 происшествий, где погибло 14 детей и 90 раненых. Почему я эти цифры говорю? Везде, когда я классы посещаю, я начинаю с того, этих случаев, которые произошли у нас в городе Хосеюрке. У нас позапрошлым году ребенок тоже 2-го класса, со 2-й школы, перебегая дорогу, попал под машину за то, что невнимательно переходил дорогу. Выйдя с маршрутки, он не посмотрел по сторонам, не подождав, пока маршрутка отъедет, он перебегал дорогу, попал под другую маршрутку. Это было по улице Дагестанская. И в результате чего мы потеряли ребенка. Как сообщает сотрудник ГИБДД, из общего количества происшествий, виновность пострадавших детей установлена в половине случаев, когда несовершеннолетний явился и причиной, и жертвой аварии одновременно. ДТП с участием детей и подростков возникают при пересечении проезжей части дороги в неустановленном месте. Самыми распространенными причинами детских несчастных случаев являются незнание правил дорожного движения, потеря бдительности и многие другие. Представитель отдела просвещения Магомед Арифдарбишев также субъективно прокомментировал конфликт, который зачастую происходит в обыденной жизни на дорогах. Ребенка, когда мы отправляем в школу, как нам директор сказал, его обязанность не ходит. Каждую дорогу, федеральную трассу контролирует, как они переходят. Но, ахамдуллах, он участвует в этом деле, чтобы была безопасность для наших детей. Дети, дети, не ваши дети, дети общие наши все. И когда мы говорим дети, это аманат от священного Аллаха, в первую очередь не должны знать родителей. Оставить на учителей воспитание, это неправильно. Вот много таких случаев я встречал. По отделу просвещения мы постоянно посещаем школу, встречаемся с родителями, встречаемся с школьниками, учителями. Большинство родителей говорят, вот школе не дают воспитание, вот школе это не дают, вот школе это не делают. В школе, например, мы знаем, 7 лет обучают. До 7 лет дети дома воспитываются у родителей. Если родители нормальное воспитание не дали, я не говорю, что вы не даете воспитание, полноценное воспитание, у кого-то упущение бывает, у меня тоже упущение бывает. Директор гимназии Резван Галуев говорит, что несмотря на все проводимые мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, где учащихся ознакомливают с правилами дорожного движения, о том, как необходимо переходить проезжую часть, дети ввиду своего возраста не реагируют на это серьезно. Галуев обратился к родителям с просьбой отправляя детей в школу напоминать им о правилах дорожного движения, дабы предотвратить участившиеся несчастные случаи.